Итак, сегодня мы с вами напишем этюд с металлическим предметом. У нас оловянный такой кувшинчик, который позволит нам передать его металлический блеск и характерные такие особенности металла. И гранат, который позволит нам сделать проработку рефлексов на металлическом предмете. Ну, рисунок выполнен акварельным карандашом, бумага акварельная, торшон. И сейчас мы с вами напишем этот этюд. Как передача материальности, это передача того, как предмет, как поверхность предмета воспринимает свет и отражает его. Как она воспринимает направляющие и отраженные лучи. Мы с вами будем это наблюдать и смотреть, как мы это воплощаем в действительности. В этой части клипа вы видите технику работы кистью кошачий язык и плоской кистью. Теперь мы обращаем внимание на то, что мы фиксируем внимание на отношениях между одним светом и другим светом. Гранат у нас плотнее, поэтому тон света граната у вас будет, несмотря на то, что свет на гранате тоже холодный, конечно же. Но тон света на гранате гораздо плотнее по отношению к тону у нас кувшинам. Здесь вы можете увидеть, как делаются рефлексы на предметах и сравнить технику работы с заливками и вливаниями. На этом этапе вы видите сравнение фона и предметов и проработку падающих теней, а также работу над тепло-холодным. В этой части клипа вы видите работу над заливками пятен, проработку по влажной бумаге и вливание одного цвета в другой. Также вы видите здесь прием проработки тонального пятна и технику работы с плоской кистью. Как видите, мы с вами заканчиваем сейчас работу над этим этюдом. У нас оловянная вот эта вот кружка кувшинчик и гранат. Они немножко похожи по фактурам, но для того, чтобы их сходство было окончательно дифференцировано, то есть чтобы вот металл был металлом, а кувшин стал убедительным для нас, а гранат был неестественным таким вот фруктом, мы сейчас доделаем при помощи размывок переходы на олове, а гранат слегка пролессируем. Здесь мы кладем легкую лисировку, когда блеск на гранате становится естественно входящим вот в это его. А для промывок мы берем жесткую кисточку, синтетику такую жесткую и на ее основе завершаем работу над изображением. И рефлексы и блики таким образом обретают характерную вот такую дымчатую переходность для оловянной посуды. В следующем этюде мы с вами напишем медный кувшинчик, а медь будет отличаться от олова тем, что медь имеет собственный цвет. И она даст нам возможность уточнить некоторые моменты. Субтитры создавал DimaTorzok